Добрый день, уважаемые коллеги! С вами снова передача «Диалоги о ритейле». И сегодня мы сквозь стернии прибиваемся к вам, не работают все по интернет-программе. Тем не менее, мы решили записать запись на камеру. У нас сегодня в гостях Кирилл Киселев, независимый эксперт, человек с большущим опытом работы в ритейле. И, что самое важное, он человек с опытом работы в нонфуде. И работал в Ашане, работал в ММВидео и в компании «Хофф». Компания интерьерных решений. Кирилл, сегодня мы с вами будем говорить о работе с сетями. И первый мой вопрос, такой, наверное, простой. Как оценивать эффективность закупщика в сетях? Петр, прежде чем ответить на ваш вопрос, давайте, наверное, уточним ремарку, что мы пользуемся по закупщикам. Человек, который ведет переговоры, наверное, с поставщиками в сети. С поставщиками могут есть переговоры различные люди, поэтому давайте сделаем ремарку, как работают современные сети и какая структура в каждой сети возможна предусмотреть. Если мы говорим про закупщиков, то, как правило, существуют в районных сетях структуры, связанные с закупщиками и связанные с категориной менеджмента. Это несколько разные вещи. Я бы сказал, даже принципиально разные. Почему? Потому что категорийный менеджер – это коммерческий директор. Он отвечает за бизнес. Он отвечает перед акционерами за то, чтобы его товар, который он покупает, принес компании прибыль. Если это ифа закупщика, то должностные обязанности закупщика ограничены в виде отбора поставщиков с точки зрения товара, с ними проведения переговоров по коммерческим условиям, формирования матриц. Дальше эта матрица передается менеджер к продажам. Менеджер к продаже в рамках этой матрицы определяет тот товар, который мы не входим на полки, и отвечает уже за коммерческие показатели в рамках именно продаж, а именно цена, ножа и другие показатели. Другими словами, простым языком – закупщик подбирает товар. Категорийный менеджер отвечает за бизнес. Понятно. Ну, тогда в любом случае у категорийного менеджера и у закупщика есть система оценки эффективности, ну, свои KPI, которая в принципе влияет как на выбор поставщиков, так и, естественно, влияет на их мотивацию. Давайте вот больше к этим вещам. Какие параметры находятся в системе мотивации у категорийных менеджеров, у закупщиков, для того, чтобы менеджер к продажам, составленного поставщика, мог лучше понимать, на чем делать акцент, на чем делать, скажем так, актуализацию своего предложения в рамках работы сети? Да, все верно. Тогда, наверное, первый шаг. Когда какая-либо компания делает предложение рыночному оператору, то эта компания должна понимать, какая структура в этой компании работает, кто перед тобой будет сидеть на переговорах, либо категорийный менеджер, либо закупщик. Причем лицо, проводящее переговоры, должно досконально понимать и знать, что же человеку интересно, какова у него мотивация. Потому что, безусловно, люди, которые принимают решения, они замотивированы на тех или иных показателях. Из задачи подсочитываются правильно все это предоставить. Давайте, наверное, поговорим про категорию на менеджменте, про закупщику. Ну, даже попрощу, все на категорийчике. Как правило, если говорить про категорийчик, то категорийчику интересен полный пирог. Это тот товар, который предлагает подсочит, сколько на нем можно заработать денег, с какой ценой он входит в сеть, с какой ценой его можно продавать. Интересует также комплекс мер, 4P, с помощью которых можно продавать данный товар на полке. Это марчинайзинг, маркетинг, комплексные предложения. Потому что, безусловно, категорийный менеджер любого пирогащика, любой товар будет смотреть через месяц продаж или через длительный срок с точки зрения прибыли. Ну, понятно. Если говорить про закупщика, то здесь в большей степени важны коммерческие соглашения, связанные со срочкой, с бонусами, с условием работы. То есть закупщику в большей степени интересно, отработать. Чтобы появился товар на полке, но в то же время самые коммерческие условия по работе были шоколадными. Таким образом, если вы идете к закупщику, то будьте готовы, что вы будете в большей степени общаться, например, в коммерческих условиях. Если вы идете к категории на менеджеру, то вы будете в большей степени общаться, как правильно, как эффективно ваш товар в данной сети продавать. Ну, еще как бы там хотел бы уточнить, потому что я уверен всем нашим зрителям это интересно, какие конкретно критерии входит в систему KPI в разных компаниях. И для того, что нужно раскрыть тайну ваших работодателей, а вот, в принципе, по вашему могут быть тесно и KPI входит в систему мотивации закупщика, ну, это категория на менеджмент. Давайте их перечислим. Теперь вместе с вами, если говорить про закупщику, то, как правило, находят коммерческие условия в рамках договора, а именно срочки. Как правило, договоры существуют от 3 до 7 различных условий в виде бонусов. Объемный бонус, коммерческий бонус, бонус за логистику, возвраты условия. То есть, в данном случае, закупщику будет интересно сравнивать компании в рамках этих условий. Поэтому, безусловно, в рамках каждой компании у закупщика есть KPI от коммерческих услуг. Понятно. Если говорить про категорию менеджера, то категория менеджера первого показателя, безусловно, Петр, это прибыль. Второй показатель – это оборот. Третий показатель – это эффективность бизнеса, а именно срочки, индекс ROI, показатели оборачиваемости, как мы уже сказали. Ну, понятно, продажа в штуках, продажа в рублях. И, важно еще, средний чек. Потому что мы понимаем, что, как бы матрица ни строилась, категория менеджера заинтересована не только в продажах в объеме, а также в повышении среднего чека. Понятно. Тогда, получается, из того, что я услышал, у меня такое закралось странное ощущение, что, в принципе, закупщик в прибыль-то никак не заинтересован. То есть, ему надо купить по хорошим условиям. А если товар будет продаться чуть меньше, то это его меньше всего волнует. Совершенно верно. То есть, получается, закупщикам о прибыли разговаривать нет смысла вообще. Я скажу по-другому. Закупщикам есть смысл разговаривать с точки зрения цены входа. То есть, безусловно, закупщику интересно купить товар задешево. Но парадокс в том, что закупщик в чистом виде не определяет роженную цену на полке магазина, а определяет уже другой человек. Мы можем это наблюдать на примере компании Ашан. Где, например, в каждом магазине происходит различное ценообразование. То есть, безусловно, мы можем посетить отличные магазины и можем увидеть, что, к примеру, одни товары стоят дороже либо дешевле в зависимости от магазина. Почему? Потому что менеджер продажа в каждом магазине устанавливает уровень цену, которая необходима именно для его рынка. Понятно. И тем, получается, вот то, что я часто слышу на семинарах и в рамках мини-проектов, когда мы приходим, или на конференциях, мы приходим с компанией, с прибыльным предложением, а нам закупщик говорит, что, посвятоство нам неинтересно. В этом случае, получается, компания пришла не с тем, не к тому. То есть, если идем к закупщикам, нужно говорить о цене, о подсрочке, о размерах, бонусах, и так далее. Если ты видишь, это совершенно верно. А прибыль нужно идти к категории менеджера. Поэтому, коллеги, если вы вам ответили, что я категория менеджера, тогда говорим о прибыли. Если этого не ответили, тогда о прибыли не говорим. Поэтому прибыльность является лишь отчасти и не для всех. Ну, Петр, наверное, не так все буквально, потому что редкий закупщик не признается, что он не изоляционный прибыли. Но здесь нужно понимать, на что сделать необходимый фокус. То есть, безусловно, из вас будут в любом случае и категория менеджера, и закупщик требовать низкие цены и говорить вам, что ваш товар дорогой, нужно подешевле. Ну, это понятно. Но вы должны понимать, на что нужно сделать фокус. Либо вы играете на рынке коммерческих словий в виде закупщика, либо вы играете на рынке в виде цен и того перечня мероприятия, которые стимулируют продажу доллара. Кирилл, вот о ценах, да? Как бы, на самом деле, я вот о чем думаю, что все говорят, цена, цена, цена. Но при этом цена не всегда является критерием, ну, фактором, определяющим объем продаж. То есть, мы можем взять любой товар, поставить по самой низкой цене, и его не будут покупать, потому что не будут доверять. Ну, например, я, например, не куплю Hennessey XO по 500 рублей в магазине. Ну, не куплю просто, потому что страшненько. Я думаю, вы тоже не купите, потому что цена непонятная. Хотя мы не знаем, куда она взялась, такая цена. Вот поэтому ее не купим. А по 3000 рублей будем покупать, да? Потому что понятная цена, объяснимая, справедливая. Поэтому цена не всегда является генератором продаж. Более того, прибыль, опять-таки, не всегда зависит от цены. То есть, есть товары, которые имеют высокую цену на рынке, самую высокую цену на рынке. При этом продаются больше всех, да? Потому что с ними лучше работают. Я понимаю, что там цену, давайте как бы отжимать вниз, да? Но вот в этом случае хотелось бы понять, что все-таки больше, более важно? Цена или ликвидность товара? Петр, дело в том, что эти два термина, они взаимосвязаны. Ну, и если говорить, давайте немножко подробнее, если позволите, я отвечу на ваш вопрос, но при этом сделаю на шаг назад. Если мы говорим о товаре, то, что вы говорите, например, о Феннесси, мы должны четко понимать, в рамках какого рынка мы работаем. Рынки бывают разные. К примеру, если взять рынок электроники, давайте возьмем мобильные телефоны. Вы прекрасно понимаете о том, что рынок мобильных телефонов, цены на розничном рынке отличаются минимумом на 3-3%. И, безусловно, каждый из потребителей примерно понимает и знает, по какой цене данный телефон будет продаваться. Ну да. Почему? Потому что рынок жестко определен в точке зрения. Ну вот мы слежим, хвастаемся продукцию компании Apple, она везде стоит примерно одинаково. Совершенно верно. И если в каком-то магазине мысль у нас стоит всего лишь 10 тысяч рублей, то это, во-первых, вопрос, это, конечно, удивительно выгодное предложение, это первая мысль. Но второе, чего у него не так? Почему он стоит 10 тысяч? Совершенно верно. Теперь давайте возьмем другой талант. В большей степени бытовой товар. Это товар, который обладает иррациональными свойствами. То есть это товар, который человеку непонятен. Ну, другими словами, самый ярко выраженный товар – это предмет интерьера. Вазы. Кашпорт. Вообще непонятно, чем они нужны. Вазы – это женщинам дарить, они ставят цветы педра. Я надеюсь, вы женатый человек. Я женатый человек, но с вазами проблемы. Итак, если мы говорим про иррациональные товары, там гораздо все проще. То есть, как таковое понятие, рыночной цены для этих товаров не существует. И эксперт, а именно, в большей степени категория на менеджер, определяет чувствительность данного товара и цены. Другими словами, прелесть этих товаров в том, что они могут продаваться по рыночной цене. И, как вы правильно говорите, можно фиксировать цену на данный товар. И при этом для потребителя она будет непринципиальной, потому что у него будут в большей степени принципиальные иррациональные свойства данного товара. Ну да, нравится, не нравится. Поэтому, если мы говорим в рамках наших слушателей, то давайте сначала разберем, про какие товары мы говорим. Если вы приходите к нам с предложениями о покупке товаров Apple, то, безусловно, в первую очередь мы знаем закупочную цену, знаем роющую цену, и все слишком просто. Потому что люди ассоциируют товар с ценой. Если ваш товар на рынке в меньшей степени чувствительен к цене, вазы, приметы интерьера, хаус-полт, та же самая бытовая химия, ну, я не говорю про известную бытовую химию, то здесь принципиально для категориного менеджера нужно делать аспект, а что необходимо сделать, чтобы данный товар на полке продавался. И здесь идет речь уже о промоутерах, о правильном уставлении товара на полке марчандайзера, о правильном миксе предложений, тогда, когда данный товар на полке, будет сам себя, либо будет его продавать эксперт. Понятно, то есть получается вопрос, если мы говорим с категоричником, то есть на предмет входа-выхода, то мы должны понимать, о чем он будет думать, и, скорее всего, все говорим о том, что если товары это не такие нестандартные, то вопрос, как мы будем помогать им продавать. Если товар стандартный, там поднятна цена, потому что, конечно, в магазине А, Б и С, они будут стоять примерно по одинаковой цене, потому что тот же iPad за 60 тысяч рублей, там, за 80 тысяч, тоже покупать никто не будет. Хорошо, тогда, если мы уже к этому плавно перешли, вот коммерческое предложение, мы делаем коммерческое предложение сети, и при этом многие поставщики говорят, что мы делаем коммерческое предложение, коммерческое предложение прибыльное, а вот закупщик, он либо ничего не понимает, либо он их не читает, либо вообще на откате у конкурентов, кстати, очень распространенное такое выражение, что конкурент, вот всегда какой-то конкурент, он лучше других. А наши коммерческие предложения, которые прибыльно для сети, не принимаются, да, вот как сделать так, чтобы предложение все-таки принималось, и почему оно не принимается? Ну, наверное, я немного пошучу, но в каждой шутке издали шутки, при желании сделать коммерческое предложение, это коммерческое предложение сделайте, пожалуйста, либо своему коллеге, либо своей жене. Зачем? Вы делаете коммерческое предложение не сети, а вы и не закупщику, и не категоридном аншу. Вы делаете коммерческое предложение потребителям и покупателям. И в первую очередь, когда вы полагаете, что товар будет размещен на полке, вы должны себе задать вопросы, а почему именно ваш товар будет приобретаться? Ну, потому что мы самые лучшие, самые качественные, и вообще мы симпатичные. Петр, потому что я работаю в этой компании, и мой товар самый лучший. А, как ты начинал? Это ошибка 99% поставщиков. И 9 десятых. Правильно. Которые приходят в данный случай в ритейл, и, например, аргументации, а почему данный товар будет продаваться у вас лучше, чем товар, который слева, либо справа, мы аргументы, кроме тех, которые вы перечислили, услышите. А еще в детальном. Да. Только мы знаем это популярное слово «уникальный». А когда мы говорим, а чем он уникален, как правило, на переговорах начинается мализонский валет. Ну, уникален многими вещами. Светом, коробкой, материалом. Наш технолог, Семен Семен Семен, он еще красноармейцем был в РКК в 37-м году и придумал этот продукт. С тех пор он его как бы разил. Поэтому, если говорить немного более серьезным языком, что необходимо сделать? В данном случае, на собственном опыте работы директором по закупкам, если возникают такие ситуации, что пасточник приезжает на переговоры, или быстро участвует на переговоры, чтобы сэкономить время на переговорах и тем самым их сделать максимально эффективными, я предлагаю пасточку поехать к нам в магазин, показать, где данный товар должен располагаться, рисовать на него розничную цену и объяснить глазами потребителя, почему именно этот товар на полке будет покупаться потребителем, а не товар слева либо справа. Ну, понятно, как бы, ну, вот я говорю, что там мой товар продается, вот он будет стоить там 100 рублей, он будет стоять вот здесь рядом между синеньким и черненьким, да, и будет продаваться в таком-то количестве. Ведь таких людей, которые пойдут, скажут, что именно между синеньким и черненьким это будет 5-6 человек, да, на 5-6 компаний. Соответственно, я должен что-то еще сделать? В каком формате должен быть коммерческое предложение? Что там у нас будет написано? Как там нужно будет написано? Например, сегодня популярный термин, многие компании, особенно там, все, которые встречают на семинарах, на конференциях, говорят, блин, потому что у нас качество. Мы над качеством просто рубимся, и мы страдаем, мы делаем качество лучше. Наше качество, при этом вот тот же Дмитрий Потапенко, в передаче назад, говорил, что качество это проститутка империализма, да, потому что такого слова не существует. И, соответственно, о чем так говорить? О качестве. Понятно, что цену, нижнюю цену давать не хочется. А о чем-то еще говорить? Что нужно говорить? С вашего точки зрения, чтобы предложение читали быстрее, внимательнее, и дали, конечно же, ответ «да». Если у поставщика на переговорах хотя бы каждое пятое слово будет потребитель, считайте, что переговоры проходят успешно. Почему? Потому что в данном случае его предложение максимально адаптировано не для сети наступщика, а именно для потребителя. Если быть более буквальным или детальным, то, безусловно, на рынке есть некое насыщение, наверное, рынка товара. И, безусловно, когда люди принимают решение о покупке мобильного телефона, покупки комплекта постельного белья, покупки вас. По-хорошему, Петр, ведь все это есть дома уже. Ну да. Скажите, пожалуйста, люди, которые приходят в магазин за постельным бельем, они что, спят без него? Или люди, которые приведают... Ну, нужно новое обновление, там... Мобильный телефон, у них нет мобильного телефона, поэтому, когда человек приходит за магазин? А, совершенно верно. Давайте теперь с вами разделим эти потребности. Первая потребность – это вещь уникальная, пожалуйста, у вас на столе уникальные лежат вещи. Либо это вещи, которые просто-напросто имеют некий вторичный спрос. Ну, или ресурс, знаешь, что мы знаем. Совершенно верно. И задача Патерчика, подчеркиваю, Патерчика, а не ритейла, этот срок сократить. Если на рынке были популярны, к примеру, совки серого цвета, в свое время, лет, наверное, 5-7 назад, то сейчас мы видим совки различных цветов, различного дизайна и различных функций. И, безусловно, потребитель видит такую новинку, тренд такой. Он принимает решение с точки зрения покупки данного товара. Он заменяет старый товар. Поэтому первые критерии, когда какой-либо потачик делает предложение компании ручной, это ростовар. Делоксирование. Т ... Заезжая, рэпп шмотвы. Мог. Перместа. Это светло с серого соусу для себя генни surrender злок. Мо-о-о-о, глянсь, ты блянсь, ты блянсь. Ты блянсь, ты блянсь, дураки, аум-ка... вершу... Ковалин? Брошь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...